Помогать людям и зарабатывать. Многие скажут, что это абсолютно разные вещи, даже противоположные. Но в Ленинградской области дело обстоит иначе. Здесь эти понятия взаимосвязаны, и вам это подтвердит любой человек, занимающийся социальным предпринимательством. Социальное предпринимательство все-таки сейчас одно из самых приоритетных направлений развития и поддержки малого и среднего бизнеса. Мы начинаем заниматься плотно этой работой, даже не представляли, сколько у нас области социальных предпринимателей. Но что же такое социальное предпринимательство и чем оно отличается от прочего бизнеса? Это решение экологических проблем, организация досуга детей и пенсионеров, дополнительное и дошкольное образование. Это фирмы, работающие в сфере здравоохранения, обслуживания и социально защищенных слоев населения и так далее. Сюда же можно отнести организации, чьей целью является развитие отдаленных территорий. В первую очередь это те предприниматели, которые решают проблемы, значимые для общества, социально значимые проблемы. Это значит и те предприниматели, которые занимаются трудоустройством и социализацией, адаптацией инвалидов. Наша главная цель это как занятость тех, кто работает в малом бизнесе, так и те сервисы, которые обеспечивают малый бизнес. Именно сервисы, связанные с социальной сферой, являются наиболее значимыми. То есть все просто. Частный бизнес во многих направлениях эффективнее и гибче, чем государство. Мы сегодня можем претендовать на создание собственной региональной программы по поддержке социального предпринимательства. Когда мы сводили все меры поддержки в Ленинградской области со стороны разных комитетов, со стороны разных отраслей, образования, социальной защиты, комитета по малому и среднему бизнесу, мы сами увидели, насколько много поддержки. Только в 2018 году на субсидии социальному предпринимательству в Ленинградской области выделено 5 миллионов рублей. Отдельные предприниматели могут рассчитывать на субсидии в сфере народных промыслов, в участии в выставках и ярмарках, существуют микрозаймы на льготных условиях без обеспечения. Не говоря уже о консультациях, обучающих семинарах, продвижении услуг социальных предпринимателей. Полный перечень мер поддержки социального предпринимательства можно увидеть на сайте Центра поддержки предпринимательства Ленинградской области 813.ру. Учитывая ресурсы, как бы я депутат от города Москвы, понятно, какие там ресурсы дотратятся. И Ленинградская область, и здесь, поверьте, делается намного больше сегодня для социального предпринимательства. Помимо бюджетной помощи, предприниматели-общественники могут рассчитывать на поддержку от множества других организаций. Так по всей стране действует фонд региональных социальных программ «Наше будущее», который уже более 11 лет предоставляет социального предпринимательству беспроцентные займы. Мы проводим в режиме онлайн конкурс социальных предпринимателей. В течение года мы отбираем лучшие заявки, лучшие проекты. Приоритетом для отбора является социальная миссия проекта. И во вторую очередь мы обращаем внимание на устойчивую финансовую модель. И с учетом этих составляющих мы предоставляем финансирование. Для участия в конкурсе нужно заполнить заявку на сайте фонда. Если она одобряется конкурсным комитетом, предприниматель готовит бизнес-план. Затем проводится интервью с заявителем, проект выносится на рассмотрение попечительского совета, который принимает окончательное решение. По результатам решения совета, дважды в год распределяется около 60 миллионов рублей среди российских предпринимателей. Впоследствии их нужно вернуть, но это лучше, чем кредиты из-за отсутствия процентов. К поддержке социального предпринимательства подключилась и Ленинградская областная торгово-промышленная палата. Она принимает в свои ряды представителей малого бизнеса. Мы представляем весь спектр услуг и готовы принимать члены торгово-промышленной палаты за минимальную стоимость, тысячи рублей формальные. Поэтому хотел бы вас всех привлечь в торгово-промышленную палату, чтобы восстановиться с членами. И я думаю, что это будет также содействовать получению субсидий, микрозаймов. Мы будем вас везде лоббировать. Так что welcome. Сказать, что социальное предпринимательство в Ленинградской области развивается, значит не сказать ничего. Поэтому, если вы были в раздумьях, сейчас самое время начинать помогать людям и зарабатывать. Субтитры создавал DimaTorzok